Всем привет! У нас наконец-то косметическое видео. Вы сегодня услышите информацию, мой личный опыт о масках для лица. Маски бюджетные, маски дорогие будут. Я начну давать из дорогих. Они мне все нравятся. Рекомендации на все будут хорошие. Есть где-то что-то похуже, получше. Но в общем, это выборка тех масок, которыми на данный момент я пользуюсь, которые мне подходят, мне нравятся. Также могу снять видео про косметику. У меня есть про парфюмы. Я всего это лето пользуюсь Бакарой 540. Кому это про это интересно послушать именно про парфюмерию, пишите в комментариях. Я сниму отдельное видео. Еще два у меня я купила от Леванта интересных кожаных и цитрусовых. Для того, чтобы попробовать, тоже могу свое мнение высказать. В общем, есть парфюм из масс-маркета, который мне тоже понравился. Планирую приобрести. Если вы хотите об этой информации, получите о парфюмах, тоже пишите в комментариях. Я вам сниму отдельное видео. Но сегодня о масках. Первое, что мне очень понравилось, мне вообще очень нравится и подходит хорошо косметика фирмы Fresh. Она в Турции продается в турецкой Сифоре у них на сайте. Я лично покупала на Культ Бьюти. В России в Сифоре тоже продается. Самый выгодный покупать вариант это Культ Бьюти. Потому что там скидка для Европы 20% идет. Я покупаю, когда всякие гуди-беки, это подарки за покупку. В общем, косметика у них как уходовая в плане там крем, тоник, вся вот эта история очищения мне подходит. Маски мне подошли очень хорошо. Из таких люксовых дорогих масок очень хорошие. И чем, ко что я, скажем так, мой хороший отзыв о масках, какой бывает, если я действительно увидела какой-то эффект, результаты переменные. Хотя бы после первого применения, естественно, на протяжении времени я не забрасываю масками, уходом, всем пользуюсь всегда регулярно. Поэтому я тот человек, не который бросил когда-то, а потом вспомнит. Я именно ожидающий, ждущий, я человек жду, который ждет эффекта. И эффекты, если он есть, я замечаю. Я пыталась найти уходовые маски, уходовые средства более бюджетные. Мне было интересно, просто работает это или нет. Вот в своих поисках я пришла к выводу, что из недорогого такого, да, более доступного. Но недорогих масок вообще, в принципе, нормальных нет, если ты сам там что-то не намешал, да. Но у меня на такие, как правило, почему низкая цена состав не очень будет хороший, да. Либо есть какой-то консервант, какой-то элемент состава, который очень активный, химический, понимаете, не очень-то и полезный, и вредный, да. Когда казалось бы, в принципе, маска-то по составу неплохая. И может быть, она даже работает. Но у меня кожа, я бы не сказала, чувствительная, проблемная. Она у меня комбинированная летом, склонная к жирности, зимой склонна больше к сухости, к питанию побольше надо. Но в среднем это комби-кожа обычная, никакая не, знаете, даже чуть-чуть летом пористая, больше поры более видны. Но это не, у меня нет никаких шелушений, покраснений, реакций вот этого всего. Кожа довольно-таки спокойная. То у меня на дешевые маски, прям не то, что средней стоимости, а прямо на дешевые, очень часто бывают вот эти реакции покраснения, или даже высыпания, или ожоги, смотря какой вид маски. Поэтому я вообще вот эту тему с дешевой косметикой масками я забросила, я поняла, что мне там вообще ничего не подходит. Там есть всегда один какой-то компонент жесткий, сильный, химозный, который вредит больше, чем пользы приносит вся эта маска в комплексе. Так вот, сейчас о косметике фреш. Фреш. Выгодно больше всего ее покупать на Культ Бьюти, потому что в Турции на Сифоре нашей, вот Наташу Динону косметику декоративную выгодно в Сифоре покупать, то здесь в Турции живет. Фреш по завышенной цене. Сифора в принципе на 20-30% дороже, чем Культ Бьюти, а их стандартной цены. В общем, короче, девочки, ищите, смотрите, может, как вы будете покупать. Но косметика хорошая, качество у них классное. Мне у них только не понравился тоник для лица, потому что он обычный розовый тоник, Роуз, которая серия с розой. И мне не понравился гель такой прозрачный для умывания, снятия макияжа, потому что за его цену это обычное средство. Масс-маркет даже есть получше и получше, что-то будет бороться с загрязнениями на коже. Шесть масок, они объемом по 15 миллилитров. Классная косметичка, кстати, когда закончу маски, буду пользоваться ей с собой, ее брать в сумочке, ну куда-то в поездку, там минимальный набор косметики. Очень удобная, мягкая, красивая. Каждая маска оставила свое впечатление. Они действительно все разные, и они практически все мне подошли. Это черный чай, маска с антиоксидантами, черный чай. Пахнет прекрасно, такая кремообразная форма у нее. Наносишь, растираешь, кожа мягкая. У них у всех очень классный результат, то, что хороший состав. Кожа у меня реагирует классно. Она всегда мягкая, упругая, напитанная. Это в зависимости от того, какая там цель у этой маски. Но здесь просто такой тонус, мягкость. Но в большом формате на 50 миллилитров я эту маску покупать не буду, потому что для меня она показалась средней, проходящей, ничего особенного. Следующая маска тоже черный чай, Black Tea, Overnight Mask. Это экстра питательная маска для сна, для возрастной кожи. Видите, такая темная у них линейка есть. Эта маска потрясающе подошла моей маме для сухой возрастной кожи. Она говорит, боже, это какой-то бархат. Вот у нее ощущение по использованию, по качеству, как маска, например, Valmont. Это дешевле, чем те. Ну, не сильно намного дешевле эта линия у них. Но все равно, короче, эффект, ощущение и качество точно такой же. Мне она не очень подошла, но ведь она очень приятная, классная. Мне она летом забивает поры. У меня появились немножко парочка прыщиков на утро после использования ее. Но как для проблемной кожи, даже пористой, я ее могу нанести на 10-15 минут и смыть. Но ее цена, ее качество, текстура, состав классный. Ее жалко смывать через 10-15 минут. Это действительно маска, в которой можно спать. Применять ее где-то там пару раз в неделю можно. Качество офигенный у нее состав. Но он так, типа, плотный, жирный, классный крем. Аромат точно такой же вот этой всей серии черный чай. Вот это просто тонизирующая. Это супер экстра питательная, увлажняющая. А теперь маска, которая у меня закончилась. Потому что она засохла в итоге, в конце. Ну, уже на последнее применение она у меня засохла. Но так я ее всю использовала. Это глиняная маска для очищения. Глубокое очищение пор. Это классная, качественная, дорогая маска глиняная. Многие говорят, ой, за глину зачем за это деньги платить. Оно того не стоит. Надо пользоваться дешевыми глиняными масками. Я согласна с этим. Но здесь классный состав. И здесь очень много классных питательных компонентов. Помимо глины. И здесь есть за что ты плачешь. Я бы даже задумалась, может быть, если бы по какой-то акции она была на кульбите. Я бы ее заказалась. Я бы ее в полном размере денег бы не пожалела. Чем она хороша? Она такая жидкая. Наносишь ее. Она очень быстро засыхает. За 10 минут кожа просто потом стягивается. Смываешь. Ощущение, опять же, ухоженности. Очень хорошо глина подсушивает, естественно. И вот этот баланс масла на лице, особенно в летнее время, поры неплохо подстягивает. Я бы не заметила здесь прямо очищение пор, как черных точек. Я, кстати, купила себе, может, вам нового будет видео снять, спросите про гаджеты. Я купила себе ультразвуковую чистку, лопатку для лица косметологической. В домашних условиях делаю себе ультразвук. И поэтому вот эта маска, прям, что пора она вытягивала, черные точки рассасывались. В интернете отзывы, что да, типа, со временем она это делает. Лично я не заметила этого. Но ощущение приятное. Я говорю, у меня послевкусие такое, что в моей голове мысль, я бы эту маску, наверное, в полном размере по скидке купила. Ну, так как она глиняная, мне, скажем так, западло платить за нее около, там, 4 тысяч рублей. Поэтому на скидке в Культ Бьюти под караулю обязательно куплю, либо какой-то... Rose Face Mask. Вот эта розовая серия в Fresh. У них есть не только маски, крема, тоник, очищение. Я все этих попробовала, все эти направления. Хочу сказать, неплохая маска. Она просто тонизирующая, немножко увлажняющая. Очень прекрасно пахнет. Розу вообще не люблю, а вот здесь она мне нравится. Это далеко не моя первая маска. Это у меня уже закончились. Здесь лепестки розы. Настоящие розы, увядшие. Но нет такого ощущения запаха или на коже ощущения гниения или еще чего-то. Потому что лепестки настоящие, которые, скажем так, гниют. Но приятный розовый аромат. Не сильно не химозный, а натуральный. На лицо наносишь, ты о ней просто забываешь. Она хорошо впитывается. И потом просто немножко через 15 минут я ее водой остатки, что не впиталось, смываю. Кожа напитанная, гладкая. Я бы не сказала, что прям мягкая. Она ничего не увлажняет, не размягчает на коже. Для сухой не подходит. Но вот такое прям ощущение свежести, тонуса. Так приятно. Вот может быть, допустим, условно она супер ничего не делает. Но сам процесс использования, сам процесс послевкусия, когда кожа у тебя ровненькая, гладкая после использования. Это приятно. Для самого процесса ее можно приобрести. Мне очень нравится. Далее. Sugar Face Polish. Это скраб сахарный для лица. Я не за скрабы, не за энзимное такое воздействие на кожу, царапки, всю историю. Но он сахарный, так как он был тут в комплекте, уж я им пользуюсь. Видите, не очень часто. Реально. Здесь косметика Fresh, чем класс. Она вся натуральная. Здесь ей действительно пахнет таким, знаете, леденцом петушок на палочке с сахаром. Но здесь ее надо не очень много. Разносишь на лицо с водой. И знаете, в чем у меня он понравился? Вообще скрабы не люблю, да? Она как очищение. А понравилось тем, что при сталкивании с водой, когда ты это разносишь на лицо, потом ты оставляешь на 10-15 минут, сахар растворяется. И по сути это не такие жесткие какие-то частички, которые сильно царапают, шкрябают, наносят какой-то урон твоей коже. В принципе, неплохо. Покупать в полном размере не буду, но использовать вот как в комплекте, я эту косметичку купила, было очень приятно. И последнее. Витамин Nectar Fresh. Вот эту маску я планирую приобрести в полном размере. Так же, как и глиняную маску. Здесь у нас Boosting Face Mask. Она реально работает, тонизирует. Ощущение. Боже, какой запах она здесь у нас. Это самая моя любимая. Она здесь с каким-то апельсином, либо с персиком. Ну, с цитрусовым чем-то. Она такая гелеобразная, взбитая, как будто какой-то суфле. Я ей очень перегону, мне очень нравится. И ощущение от нее напитанности в коже, мягкости. Свечение кожи тоже есть. Покраснение. Ну, знаете, прям кожа становится однородной. Прям гладкой. Ты даже в зеркало смотришь, и у тебя, знаете, как... Аля, ну, не блин, блестит, да, но кожа такая ровная. Какие-то неровности, может, где-то какие-то высыпания, более шероховатости, все прочее. Оно как будто полирует. Классно. А как ее приятно. Она пахнет вот этим цитрусом. Там, любителям цитрусовых ароматов, рекомендую. Я просто люблю цитрусы. Маска-находка. Вот я ее с удовольствием куплю в полном размере. Вот эта вся косметичка с шестью масками по 15 миллилитров. Вышла мне стоимость, как одна полноразмерная маска, когда я покупала. На Кольт Бьюти часто бывают акции. Во многих у них брендах фреш. В том числе при покупке там на какую-то сумму, допустим, 5-6 тысяч рублей, там 50-60 фунтов. То какой, типа, косметичка, ну и косметичка никогда в подарок не шла. Она просто сама где-то там тысяч 5-4 стоит. Не помню, в общем, по ценам. Извините. Посмотрите на Кольт Бьюти. В общем, там всегда либо полноразмерная какая-нибудь 15 миллилитров маска в подарок идет. Вот интересное предложение можно найти. Когда я искала для себя идеальную маску, я этот сет покупала на пробу, чтобы как раз потестировать, что подойдет, что нет кожи, потому что реагирует. Никаких реакций вообще ни на что не было, потому что я знаю, хорошие составы натуральные маски. Я хочу пригласить вас на мой марафон, который стартует 2 сентября. Марафон отношений. На этом марафоне вы узнаете, что такое нормальные здоровые отношения с противоположным полом. Какие отношения являются токсичными, почему некоторые люди попадают в абьюз, как из таких отношений выйти или никогда не попадать в них, как себя можно предостеречь. Мы разберем о том, какая модель взаимоотношений, партнерских форм поведения мужчины и женщины сейчас, в данный момент времени в обществе работает, почему это не патриархат и не матриархат. Как не попадать в невротические отношения, в проблемные отношения, откуда берутся эти установки наши в голове на неправильных мужчин, почему я выбираю не тех мужчин или как я могу улучшить отношения с партнером, который у меня уже есть сейчас, как я могу изменить свою жизнь и наши отношения в лучшую сторону. Поэтому марафон отношений между мужчиной и женщиной, который я провожу со 2 сентября, подходит для тех, кто пытается найти отношения, может быть, который человек запутался в отношениях, хочет для себя счастья, найти себе идеального партнера или сделать уже существующие отношения, улучшить их, сделать их более идеальными для себя подходящими. Всегда что-то можно исправить. Марафон проходит со 2 сентября. Это будет 4 эфира 1 раз в неделю в закрытом аккаунте в Инстаграм. Во время эфира я рассказываю общую базовую информацию, раскрываю тему, которая у нас заявлена на тот день. Затем я даю вам домашние задания. Затем я отвечаю на ваши вопросы. После этого вся информация в Инстаграм-аккаунте, в чате, все это будет активно еще в течение месяца после окончания марафона. Марафон длится 4 недели в течение сентября. Оплата, стоимость марафона 2000 рублей. Под своими видео я всегда в инфобоксе оставляю почту. Вы напишите мне тема письма. Хочу участвовать в марафоне. Я вам вышлю схему оплаты, участия и какие данные от вас потребуются для того, чтобы добавить у вас закрытый чат в WhatsApp и в Инстаграм-аккаунт по марафону. Стартуем мы 2 сентября. Эфиры будут по четвергам. Если вы не успеваете, у вас не остается время, вы всегда можете вернуться, пересмотреть видео, выполнить задания, пообщаться с девочками в чате и со мной в том числе. Если кто-то участвует в марафонах, в этой теме, вы прекрасно понимаете, что стоимость таких марафонов около 4-5 тысяч рублей. Это совсем не такая стоимость, которую заявила я. Моя цель, моя задача, честно скажу, возможно, неподъемная. Но мне хочется, чтобы вокруг меня, хотя бы среди моих подписчиков, подписчиц, появились люди чуть-чуть на йоту, на толику более счастливые, более определенные. Которые знают себе цену и знают, что такое здоровые отношения. Возможно, это приблизит вас к вашему счастью. Под видео я оставляю, пожалуйста, всегда почту. Ваши вопросы задавайте, пишите мне тему письма. Хочу участвовать в марафонах. Теперь поговорим о косметике более бюджетной, дешевой, которая продается в России. Особо там нигде не надо искать, заказывать специально за границей. Это фирма, есть такая, Аравия Professional. Эта косметика профессиональная для косметологов, она недорогая. Именно эти маски я покупала в районе плюс-минус тысячи рублей. Заказывала на сайте Wildberries. Кто у меня спрашивал про Wildberries, кто живет в Турции, видимо, вы только переехали, еще не в курсе. В Турции про доставки, все, что иностранная, русская, допустим, косметика белорусская, украинская. Здесь этого нет, вы можете купить только на руках у перекупов, всяких страничках в Инстаграме, либо на русских ярмарках продуктов. Девочки в косметику там тоже продают, которые привозят в чемодане. Доставка официальная сюда проблематичная, налоги вся история. То есть я это покупаю в России, и потом уже каким-то образом мне друзья, родственники присылают чемодан, привозят. Не по почте и не сайтов. Вот что я хочу уточнить. Здесь все на русском языке, естественно, описано. Это еще в Казахстане она продается, эта косметика. Украина, Казахстан, Беларусь. Все сертификаты. Косметика это не так давно. Кстати, появилась я и отзыв слышала на YouTube. У какого-то блогера чисто случайно очень хороший был отзыв на одну какую-то маску. Я их в итоге купила три. Они мне все три очень понравились. И для такого объема... Вот эта маска 150 мл, около 1000 рублей. Это просто шик. Я тут специально золотинку не убираю, чтобы она не подсыхала. Видите, она такая зеленая. Это маска. Чтобы не вытекло, я это все закрою. Маска. Я даже давайте зачитаю с баночки. Она вообще для проблемной жирной кожи. Я ее использую два раза в неделю летом. Один раз будет у меня зимой. Еще зимой не использовала, тем летом мое приобретение. Надо очень мало наносить кисточку, потому что она еще и жидкая. Ну, обычно такая жидкая зеленая маска. Девочки, для проблемной кожи я вам рекомендую. Попробуйте. Она творит волшебство. Вот она на уровне с дорогими люксовыми масками. Именно для проблемной кожи. Для кого сухая, я не советую. Она очень быстро засыхает, стянется, вам будет хуже. Это чисто для жирной кожи. Что-то похожее по составу, по ощущениям. Мне косметолог при уходе, когда ходила к косметологу в последний раз, наносил. Может быть, не эта фирма, она на израильской работает, косметика, но очень похожа. Сколько вам этой банки хватит на год, на два, наверное, если она не засохнет. Так вот, эффект потрясающий. Стягиваются поры. Действительно, вы это видите. Ну, это, конечно, на время, на какой-то временный эффект, там, в течение дня. Гладкая, глянцевая. Если бы у меня вот как-то были какие-то высыпания от солнца, аллергия, типа, на солнце у меня иногда бывает, все это после маски сразу же прошло. Она очень хорошо успокаивает. Она зеленого цвета, здесь всякая трава в составе. По стакне, прыщики, которые были, которые когда-то там выдавили, осталась краснота, шрамы, вся история, все засыхает, стягивается, спадывает, эта краснота уходит. Потрясающая маска. На 10-15 минут остатки смыть водой при помощи салфетки. Все стандартно. Я вот сейчас вам даже зачитаю. Оказывает интенсивное, противовоспалительное, бактерицидное и себорегулирующее действие. 100% так и есть. Способствует устранению акне, комедонов, постакне, шелушение, снимает покраснение, отек, сужает поры. 100% это дело. Я на себе это видела. Идеально для жирной кожи. Сочетается еще с алициловой или яблочной кислотой. Снижает проявление сибореи. Регулярное применение маски способствует рассасыванию застойных пятен, выравнивает тон и рельеф кожи. 100% рекомендуется. Рекомендовано для проблемной жирной кожи. Все. Не наносить на поврежденную кожу, открытые прыщи, раны и так далее. Во избежание индивидуальной непереносимости компонентов. Ну естественно протестировать до применения. Срок годности 12 месяцев. Ну за год вы ее не измажете, мне кажется, если на одного человека. Эта банка объемная, профессиональная, естественно. Следующая банка у меня здесь 300 мл. Это маска успокаивающая после чистки. Это снятие красноты, успокоение кожи, гладкость. Здесь у нее она тоже кремообразная такая, уже не такая зеленая. По составу немножко другой запах идет. Тоже, кстати, знаете, косметика есть профессиональная. Если вы, может, в салонах сталкивались. Сатис называется французская. Она очень крутая. Масочки пахнут точно так же. Состав очень идентичный. Сатис на мне раньше был. Хорошо работал. И крема, но не цена. У них, наверное, сейчас по 10 тысяч рублей. Крема где-то стоит по 7-8. Я не знаю, я покупала, когда это лет 7 назад стоило в районе 4 тысяч рублей. Тогда уже дорого было. Сейчас вообще не представляю. За налогов, долларов. И с индийским ладаном в составе. Календула. Ну и успокаивающие всякие. В общем, понятно. Для профессионального ухода для жирной проблемной кожи после механической или ультразвуковой чистки. Обладает успокаивающим эффектом для кожи. Быстро снимает воспаление. Оказывает противовоспалительное и рассасывающие действия. Абсолютная правда. Сужает поры. Заживляет. Охлаживает кожу. Кожа обеспечивает чувство комфорта после интенсивного косметического воздействия. Знаете, если вы сделали чистку в домашних условиях, а вам там условно вечером парень на свидание позвал внезапно, да, вот та маска, которая вам успокоит кожу, и можно будет более-менее нормально макияж потом нанести вечером, если вы куда-то идете. Такая а-ля сос. Но она не супер там лечащая, всякая такая. Но за 300 мл, прикиньте, сколько ее здесь много. Это обмазать себя, подружку, маму и сестренку свою. И последняя маска. Здесь у нас 550 мл. Это альгинатная лифтинговая маска с экстрактором красного вина. Красное вино у меня тоже хорошо идет. Альгинат раньше я покупала. И он тоже с хорошим заживляющим эффектом на коже. Как видите, у меня все с такой целью подобрано. Здесь я стараюсь эти золотинки в масках тоже не убирать. Ну и просто обычный альгинат. Нет у нее маленьких таких крупиц особо вот этих, которые бывают с экстрактом красного вина или с красным виноградом маски. В общем, обычно хороший альгинат. Тоже в районе 1000 рублей. Может сейчас 1200 стоит. Не знаю. У них на Вайлдберрисе Аравия, у них есть своя страничка. Не перекупов берите, а оригинальная, чтобы не было никакой подделки. Потому что я покупала. Проблема Вайлдберриса в том, что там всякие подделки есть. И косметику вообще там страшно покупать. Я никогда там ничего такое не покупаю. Книжки только. Знаете, такую всю историю. И я их купила, эти маски. Они оказались оригинальными, потому что я покупала у официальной этой страницы на Вайлдберрисе их магазин и представительство этой фирмы. У остальных нет. Я покупала альгинатные маски. Не помню фирмы. Она сейчас самая знаменитая. Корейский альгинат. Оказалось, это подделка. Когда я покупала, на сайте были фотки, отзывы, всякое такое с масками оригинальными. Которые у меня уже раньше много лет я им пользовалась тем альгинатным. Поэтому маску, кстати, я купила этой фирмы. Потому что я тогда до этого накололась на другой. И когда мне пришла маска, мне мама открывает там посылку, дома фотографирует. И понимает, что это другая вообще подделка. Похожая упаковка, но это не она. И там все по-китайски, по-корейски. Как-то не знаю, в каком языке сказать, китайская подписка. В общем, я открываю уже страничку продавца. А там уже все, настоящие фотки, то, что мне пришло. Но изначально, и стоит она в два раза дешевле, естественно. Потому что это китайская подделка. Имейте в виду, что в Вайлдберрису доверия у меня, честно говоря, уважения никакого нет. Там и поддельные отзывы есть. Это все короче. Знаете, проверять, перепроверять нужно. Но очень классные сухофрукты, черчхелы, например, которые могут привезти вам прямо с Кавказа. На Вайлдберрисе официальное представительство. То есть, ковыряться так, посмотреть что-то интересное, да, есть. Но не все подряд можно там заказывать. Пишите ваши комментарии, какими масками из этих вы пользуетесь. Может, у вас есть свои открытия, рекомендации. Буду очень признательна за новые какие-то имена в косметике. С удовольствием попробую. Спасибо за внимание. Всем пока.